Пенсии, социальные пособия с доставкой на дом. Филиали федерального предприятия Почта России в Нинецком автономном округе заботятся о безопасности пожилых людей. Временная мера введена на период действия в регионе ограничений, направленных на недопущение появления и распространения коронавирусной инфекции в НАУ. Жители округа, в первую очередь старше 60 лет, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Отделения почтовой связи в Нинецком округе работают в штатном режиме. В операционных залах сотрудники и посетители соблюдают меры предосторожности. В частности, в центральном отделении на Смедовича 25 изменен клиентопоток, расширен операционный зал, появилась разметка на полу для соблюдения дистанции. Кроме того, во всех отделениях связи два раза в день полная дезинфекция помещений всех поверхностей, два раза утром и вечером полная уборка. Ну, удобнее, нет посетителей, скорость быстрее, то есть два почтальона работают. В данный момент удобно. Я только зашла и вышла, поэтому мне сложно сказать. Народу нет, значит, хорошо соблюдают. Основной упор сейчас сотрудники почты делают на доставку пенсии и корреспонденции на дом пожилым людям и тем, кто находится в режиме самоизоляции. Почтальоны отмечают, что пенсионеры стали реже бывать в отделениях связи. Ну, поменьше. Видимо, те, кто не знают, они все-таки ходят, либо те, кто не хотят сидеть дома. Их это бывает не останавливает. Так, в основном доставляем все на дом. Вы предупреждаете, говорите, что есть? Да, предупреждаем, даже если сюда приходят, предупреждаем, берем номера телефонов, созваниваемся и доставляем на дом. Кроме того, в филиале изменили работу каждого операционного окна. На Смедовича 25, например, отделение работает с 11 до 19 часов без обеда. В субботу с 11 до 18, а в воскресенье с 11 до 14 часов. В городе отделения связи открыты с 9 до 16 часов без перерыва на обед. Отделения почты в населенных пунктах работают в обычном режиме. Сейчас для нас самая главная задача – это доставка пенсии. То есть мы для себя поставили задачу, что до 10 апреля мы должны весь массив пенсии выплатить. Но сейчас, на данный момент, у нас выплачено 30%. Сейчас идет доставка в населенные пункты, практически все уже доставлены, и будут выплачиваться. Надо отметить, что из этих 30% всего один приходится на получение пенсии в кассах почтовых отделений. Для тех, кто не знает, как заказать доставку корреспонденции и пенсии, можно позвонить по телефону 8-911-875-2301, 8-800-200-50-55 или по стационарному номеру 4-30-13-4-21-02. Доставка осуществляется бесплатно на следующий день после обращения по указанному номеру телефона. Кроме того, для пожилых людей предоставляется услуга по оплате коммунальных платежей на дому. Открыта доставка продуктов питания, которыми торгуют на почте. Если все-таки ситуация будет ухудшаться, то в филиале мы предприняли следующие меры. Мы создали мобильную группу почтальонов и операторов и определили две точки, которые будут предоставлять услуги почтовой связи. Это Смедовича-25 и поселок Искатели. То есть люди из мобильной группы, они не будут привязаны к отделению связи. То есть, соответственно, любой из этой мобильной группы может работать либо в центральном офисе, либо в поселке Искатели. Вместе с тем на почте заботятся о здоровье сотрудников. Все почтальоны обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для сотрудников мы сейчас и, наверное, в каждой организации делаем упор, чтобы люди были защищены. Соответственно, мы выдали маски, перчатки. Каждые два часа у нас проводится замер температуры у каждого сотрудника, фиксации в журнале. Если какие-то симптомы возникают, сразу человек отправляем домой. Между тем, несмотря на различные ограничительные меры, сокращение количества авиарейсов на Ренмар, вся корреспонденция доставляется в город в штатном режиме. Без перебоев работают распределительные центры, корреспонденции, посылок. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.